Привет, интернет! С вами Ино, и сегодня мы по итогам голосования в группе ВК снова говорим про Амори. Если хочешь больше интересного контента, подписывайся скорее на мой канал, жми на колокольчик, жми лайк, пиши комментарий. Если еще не видел или не видела ролик с анализом игры Амори и репрезентацией диссоциативной амнезии в этой игре, беги глядеть скорее. А также можешь поддержать меня на Патреоне, там уже есть первые части статьи про диссоциативную амнезию, которая послужила одним из источников для видео и которую я потихоньку перевожу. В группе ВК она тоже будет, но когда все части выйдут на Патреоне. Статья очень объемная. На английском сегодняшний ролик, который я перевела, можно посмотреть на канале Мэтью, ссылка в описании. Амори, эту игру ждали. Эта игра полна секретов как в самой истории, так и за ее пределами. Если ты знаешь про Амори, но еще не играл или не смотрел, тебе наверное интересно, о чем же все это, ведь трейлеры такие загадочные. Так вот, откровенно рекомендую поиграть или посмотреть летсплей, потому что этот опыт правда упускать не стоит. Об этом ролике мы разберем всю игру по кирпичикам, так что готовьтесь к огромной куче спойлеров. Это айсберг, который мы сегодня будем разбирать. Если вы не знаете, что такое айсберг какого-либо явления, давайте быстренько объясню. Наверху картинки теории, секретики и идеи, которые большинство людей скорее всего знают про игру Амори. Но чем глубже мы прорываемся к низу картинки, тем скрытнее и мрачнее становятся аспекты Амори. Конкретно этот айсберг составил пользователь реддита Rotten Venom. И, к слову, он уже выпустил новую версию айсберга, но я боюсь с ней не справиться самостоятельно, так что сегодня поговорим о чуть более старой версии. Именно этот пользователь помог и объяснил англоязычному ютуберу самые сложные пункты айсберга. А, ну и еще сам англоязычный источник добавил парочку своих теорий к оригинальному айсбергу, так что приготовьтесь, будет чудесато. А теперь внимание на Бейзила в левом нижнем углу экрана. Его лицо на протяжении видео будет обозначать, насколько мы уверены в описании какого-либо пункта. Если Бейзил счастлив и улыбается, мы знаем, о чем говорим. Но если Бейзил напуган или выглядит как-то стремно, то тема, скорее всего, спорная. Надеюсь, вам понравится. Переходим к делу. И начнем мы с белого пространства. Итак, Амори 2018 года для Кикстартера. До того, как мы получили игру, которую знаем сейчас, люди ждали 6 лет до настоящей даты релиза. Но о чем большинство не знает, так это о демке для донатеров с Кикстартера в 2018 году. Не уверена, доступна ли эта версия сейчас, но если копать глубоко, наверняка можно найти. Кевин. В демке существовал вот этот легендарный камень-питомец по имени Кевин. Он был очень важен для истории, невероятная роль. Да ладно, я шучу. Ну да, у Келла был вот этот камушек Кевин. Но по какой-то причине имя Кевина сменили на Гектора в финальной версии. Так что, F-Кевин. 3DS и PS Vita. Двумя целями на Кикстартере были награды в виде создания версии для 3DS и PS Vita. На PS Vita денег не собрали, а вот на 3DS набралось. Но поскольку Кикстартер создавался 6 лет до релиза, версия для 3DS стала портом на Switch, который должен выйти весной этого года по последним данным на момент создания этого ролика. Яу, пиццу привезли? В общем, я просто покажу вам ролик и объясню уже следующий пункт. Эй, йо, пицца здесь! Истина. В основной истории о Море одна из основных целей – вспомнить прошлое и узнать истину об Аморе и реальном персонаже Санни. Это объясняется на официальном сайте Амори, где буквально говорится, если честно, ну или буквально истина в том, что твоя история уже окончена. Тебе нужно только вспомнить ее. И это приводит нас к сути. Что же ты пытаешься вспомнить? Я не буду объяснять полностью, потому что уже есть целый ролик об этом, но тут упомяну кратко. Сестра Санни Мари умерла трагической смертью. Ее обнаружили повешенной на дереве на заднем дворе дома Санни. А если сыграть историю правильно, ты найдешь финальный фотоальбом, в котором рассказывается правда о смерти Мари, в которой замешаны Санни и Бейзил. Однажды Мари и Санни поссорились перед музыкальным выступлением. Санни разозлился, они начали драться, и в порыве эмоций Санни столкнул Мари по лестнице, но она покалечилась сильнее, чем он ожидал. Когда он спустился, чтобы проверить, как она, девушка не отвечала и не двигалась. Санни подумал, что ей нужен отдых и отнес ее на постель, но в итоге она перестала дышать и Санни потерял надежду. Он понятия не имел, что делать. И затем его позвал чей-то голос, предложил нечто чудовищное. Этот голос сказал Санни отнести тело Мари наружу к дереву. Этот же голос сказал завязать веревку на шее Мари и повесить ее на дереве. Из-за шока Санни постоянно смотрел куда-то в сторону, но затем все тот же голос схватил Санни, и тогда он увидел, что с ним все это время говорил его друг Бейзил. Это он ему помогал. Они оба решили, что никто не поймет, что смерть Мари была случайной. Вот и решили скрыть правду за поддельным самовыпилом Мари. И тут мы можем прочитать мысли Санни. Внезапно Бейзил остановился. Ты смотришь прямо ему в глаза, но в этот раз он пялится на что-то. Тебе жаль, что ты это сделал, но ты все-таки смотришь в ту же сторону. Глаз смотрит прямо на тебя. Твое сердце уходит в пятки. Не стоило смотреть. Просто не стоило смотреть. Дрип. Блог Амори Боя. До того, как Амори стала игрой, которую мы знаем сейчас, Амори был просто страничкой блога для персонажа Амори Бой. Блог назывался Амори Бой, а посты там выходили в 2011-2012 годах. Сейчас блог удален из интернета, так что можно найти только какие-то остатки. История Амори. История Амори – это комикс про Амори в его собственном мире. Начинается с него в белом пространстве. Но затем он открывает дверь, где все его друзья веселятся в другом мире. Они делают много всего чудесатого вместе с Амори. Они бегают всюду веселятся. И тут Амори пытается дотронуться до своей подруги. Но снова попадает в белое пространство. В одиночестве. Девочка Амори. В официальных артах по Амори есть девочка Амори прямо рядом с Амори. Есть даже спрайты этой девочки на первой версии листа спрайтов персонажей. Так что, наверное, в первой версии игры можно было выбрать пол персонажа. Полное имя Амори. На Вике Амори изначально говорилось, что Амори зовут Оберджин. Кстати, американец произнес это Обригайн. Обриган. Но если проверить сейчас, то этой информации не найти. Так что, возможно, Обригайн или Оберджин на самом деле не ее настоящее имя. В британском английском Оберджин означает баклажан. Это объясняет, почему ее оружие это плюшевый баклажан. Так что, может быть, имя и правда верное. Полное имя Келла. Во время игры Келла называли Келси. Возможно, это должна была быть девочка. Ну, или Келси может быть и мужским именем. Хорошая концовка. В хорошей концовке Санни узнает правду. А Амори, наконец, находит покой. Затем Санни рассказывает друзьям о том, что на самом деле случилось с Мари. И продолжает жить свою жизнь более не обремененной болью, вызванной виной за смерть Мари. Которую он чувствовал годами. Но это еще не все. Если ты поливаешь цветочки Бейзила каждый день, то получаешь тайную концовку, в которой Санни и Бейзил улыбаются друг другу впервые с тех пор, как умерла Мари. А штука, которая их преследовала, наконец исчезает. Однако некоторые люди утверждают, что штука вовсе не исчезает. Она просто как бы прячется за Бейзилом. Или слабеет. То есть на самом деле Бейзилу есть еще что проработать. Смерть Мява. Это не то чтобы секретка, но считается напряженным моментом. И я особенно разобрала этот момент, кстати говоря, в своем ролике про игру о море. В одной из комнат в черном пространстве ты попадаешь вот сюда, где тебе намекают разрезать свою кошку. Мява. Диалог заставляет тебя чувствовать вину за то, что ты делаешь. Мява пристально смотрит на тебя. Она не знает, что происходит. Мява пристально смотрит на тебя. Ее глаза широко открыты. Она хочет уйти. Мява пристально смотрит на тебя. Она не может освободиться. Мява пристально смотрит на тебя. Ее глаза полны отчаяния. Мява пристально смотрит на тебя, она пытается кричать, но не издает ни звука Мява пристально смотрит на тебя, она не знает, что происходит И затем Амори может разрезать кошку Забавно, но убивать ее было необязательно Потому что из комнаты выбраться можно, только если... Завершить сама выпил Blacker Space или пространство еще чернее Есть второе черное пространство, которое еще страшнее Его сообщество назвало Blacker Space или Black Space 2 Там можно найти ужасающие вещи, так что заходите на свой страх и риск А попасть туда можно только если пойти по руту Хики Камори Об этом еще поговорим Комната разрабов В игре Амори можно найти комнату с могилами с именами членов команды разработчиков И я ее нашла Довольно интересный способ выразить свое уважение людям, которые создали Амори Кто-то сочтет такой способ мрачным Но игра сама мрачноватая Так что почему бы и нет Я сама как любительница таких мрачных приколов очень даже заценила Свитхард буквально пончик Говорят, что Свитхард пончик А это каноничный вид в Амори Это доказывает дырка в ее животе на вот этой фоточке, которую можно найти в игре Хира с длинным подбородком Это частый гэг из концепт артов Амори А вот эмоджи из дискорд сервера Амори И такого хира можно найти где-то в Black Space 2 Рут Хикика Мори Некоторые считают этот рут истинным Потому что сам Амори получил имя от Хикика Мори Случайно на этот рут вряд ли попадешь Зависит от человека Поскольку для этого нужно проигнорировать Кела Который стучит в дверь в начале игры Ну а зачем собственно это делать? Хотя после того, что случилось, когда мы открыли дверь Марии Вопросики Но если ты выбираешь игнорировать друзей и быть истинным Хиккой Тебя ожидает опыт гораздо труднее и страшнее Как уже говорилось, ты попадаешь в Blacker Space И там можно найти довольно жуткие вещи Как например нечеловеческие образы друзей Скорее всего Та Камори и или Санни Видят друзей после того, как не виделся с ними так долго, будучи Хикика Мори Альтернативные начальные экраны В зависимости от того, на каком этапе игры ты находишься Ты получишь разные экраны начала игры В соответствии с этапом истории Базовый, Black Space Остался один день Хорошая концовка Плохая концовка О которой мы тоже поговорим Амори Манго До игры планировалась Манго Амори Выход которой отменили Поскольку 31 июля 2013 года Амакет поняла, что на самом деле видит Амори как игру Что к счастью, свершилось Вот пара кусочков манги, которая должна была выйти Игровая ночь Амори в GR2 В 2014 году вышла демо-версия Амори, которая была полностью доступна тем, кто посетил GR2 К сожалению, связаться ни с кем из посетивших мероприятия не удалось Но на этих гифках показано, что там происходило Интересно, что изначальный интерфейс битв был сильно похож на Earthbound Персонаж в почтовом ящике У почтового ящика можно разглядеть два горячих глаза Внешность персонажа в ящике неизвестна, поскольку его ни разу не показали снаружи Но интересно, что почтовому ящику очень нравится Хирва Так что, возможно, есть какая-то связь Есть предположение, что там сидит аллигатор из-за кекеке смеха Нейтральная концовка Эта нейтральная концовка вообще-то скорее плохая Если проверить Бейзила во время ночевки у него, ты увидишь, что он совершил самовыпел А то существо, которое его преследовало, полностью его захватило И тут у Сани есть два варианта концовки В первой Сани ложится спать, и Амори снова заходит в белое пространство Покидают он его как обычно, применяя к себе ножичек Но в этот раз разница в том, что Сани в это время делает то же самое, пока спит И тебя встречает будильник, который все продолжает звенеть, потому что Сани лежит в кровати уже не живой Во втором варианте Сани ложится спать и, просыпаясь, переезжает в свой новый дом Но все то же существо продолжает преследовать его Правда, остается нераскрытой, а всю оставшуюся жизнь Сани будет жить с чувством вины за смерть Мари Фикс карты 288 Карта 288 с комнатой с чудовищем, которая абсолютно недосягаема в игре Но некоторые в сообществе Амори починили эту карту и нашли вот это Если пройти по маршруту направо, можно найти дверь, через которую нужно пройти 20 раз И после этого вас встретит чудище Чудовище говорит лишь одну фразу Брат, я так рад, что ты здесь Теперь ты знаешь точка ПНГ Теперь ты знаешь точка ПНГ – это неиспользованная картинка из файлов игры На которой Сани лежит в кровати с лицом, выражающим шок Скорее всего, эту картинку специально оставили в файлах игры, чтобы заставить игроков задуматься Поскольку картинка называется «Теперь ты знаешь» Скорее всего, так Сани спит после того, как Амори наконец исчез в хорошей концовке Амори защищал Сани от плохих воспоминаний и эмоций все эти годы с момента смерти Мари Но теперь, когда Амори больше нет, Сани должен самостоятельно столкнуться с этими эмоциями Поскольку, цитата, теперь он знает Если посмотришь видеофайлы Амори, то найдешь видео с этим названием Видео странноватое, и до конца люди не уверены в его истинном значении Сейчас покажу Называется «Воспоминания об одном дне» Похоже на комнату Сани, но почему там Амори? Может, в ролике показывают, как Амори захватил жизнь Сани? Пока что значение доподлинно неизвестно В комментариях к английскому видео говорят, что «Воспоминания об одном дне» — это отсылка на какое-то шоу В оригинале шутка в том, что чувак потратил две недели на пластилиновую анимацию и сделал всего две секунды Мебель в комнате Амори стоит идентично тому, как мебель стоит в шоу-референсе Проиграть виселицу Игра виселица кажется простой, но в нее возможно проиграть И если ты проигрываешь, тебя ждет вот эта пугалка Ты увидишь существо, которое преследовало Амори И игра крашится Собака и ворона — это полностью неиспользованные враги Однако они полностью закончены, и их можно использовать в игре Они должны были появиться в Фаровой Тауне, а точнее в данжене ресайклистов на третий день Но по какой-то причине их отбросили Враг-паучья кошка В этом пункте я не уверена, но предположительно речь вот об этом враге, который превращается в компьютер Необрезанная сцена вины Бейзила В игре ты находишь вот эти две кассеты для Видика с названиями Амори и Бейзил В кассете Амори Санни играет на рояле сестры А на кассете Бейзила сам Бейзил выглядит напуганным Многие скажут, что на этом все, больше там ничего нет Но если посмотреть в файлах игры, у Бейзила появляются еще три кадра с бездыханным телом Мари на полу Это объясняет шокированное лицо Бейзила Комнаты 99 букв Перекапывая данные, люди обнаружили цепочку семи комнат, в которые невозможно попасть при нормальном прохождении При входе в комнату Амори падает вниз Но при этом нужно собрать 99 клавиш А это даже невозможно Но если открыть файл игры, то в эти комнаты можно зайти Наиболее интересен Red Space, который полностью не использовали Это заставляет задуматься, было ли запланировано что-то еще интереснее, чем Black Space Гендербенд Обри Скорее всего, имеется в виду вот этот ранний спрайт-лист персонажей Амори Тут видны неиспользованные персонажи и альтернативные дизайны У Обри есть мужская версия с голубыми волосами Но еще там есть женские версии Келла, Амори и Санни Интересно Плохая концовка В плохой концовке Санни проигрывает Амори И в итоге он спрыгивает с крыши больницы Но это не настоящая причина, по которой он спрыгнул На самом деле, когда Санни проиграл Амори, он буквально сдался Мальчик, известный как Санни, пропал И это позволило Амори, его альтер-эго, получить полный контроль над телом И в итоге Амори спрыгнул с крыши больницы для Санни От этого сцена еще трагичнее Утерянные этапы разработки Стримы с Твича Скорее всего, имеются в виду упоминания о макет стримов с Твича в ее блоге Но записей стримов нет Внимание, обновленная информация Недавно я нашла записи каких-то стримов о макет Но я не уверена, имеются ли в виду в Айсберге именно эти стримы Ссылка на канал с записями стримов о макет будет в описании Настоящее имя Хиро В игре ты узнаешь, что Хиро так назвали в честь его любви к Хиро Сэндвичам Однако настоящее имя не упоминается К счастью, можно проверить файлы игры И там Хиро называет Генри Имена черных монстров В игре монстры называются что-то Но у каждого из них есть свое уникальное имя Наиболее известный вот этот, которого зовут Дороти Но, как видите, у них всех есть имена Лили, Мерси, Нэнси и Сали Почему-то с именами они пугают даже сильнее Арт-референсы Макс Поэтик играл в Амори на стриме И он вдруг осознал кое-что Это что, Свитхард, пожирающий собственного сына? Как отбито Боже мой, действительно Это буквально оно Для тех, кто не знает Вот Сатурн, пожирающий своего сына Гребаная Свитхард, пожирающая ребенка Что с этой игрой не так? Ну и остальные картины тоже отсылаются На известные произведения искусства Зеленый Азерволт В 2014 году Азерволт был мятно-зеленым Но в ходе разработки он стал больше розовато-фиолетовым И его превратили в лагерь Сквидвард Вот насчет этого не очень уверена Но, возможно, речь вот об этом меме Ну и пойдем тогда дальше Никаких объяснений Параметр какого черта? Это значение от 1 до 13 Которая генерируется, как только ты покидаешь комнату соседей Поскольку значение выпадает на рандом Иногда в игре могут произойти изменения Например, в казино ты получишь больше ракушек Если это значение меньше И наоборот Если это значение больше 6 В заброшенном доме на 19 секунд Появится тень Бейзила Когда ты будешь покидать комнату Если это значение максимально На нейтральной или альтернативной концовке Если проспишь до следующего дня В последний день грузчики станут незнакомцами И лучшее Если это значение каким-то образом больше 13 Хамфри скажет Я, блин, обожаю кондиционеры Парящее зеркало В лагере Азерволда Если посмотреть в это зеркало несколько раз Можно увидеть вот это Квест торта Амори Замок торта В своем твите создательница Амори Сказала, что раньше Во время своих путешествий Амори ел разные тортики По поводу замка торта Я не уверена Но это может быть связано с путешествиями По данженам Чтобы получить больше тортиков Отец Санни знает правду Разве не странно Что у Санни и Бейзила Получилось подделать смерть Мари? Им же было по 12? Им же было страшно все это делать Разве она не упала с лестницы? Разве на ней не было синяков? По которым было бы видно Что она как бы не вешалась? Это может означать Что Санни и Бейзил На самом деле не смогли подделать смерть Мари И те, кто на самом деле скрыл правду Это родители Санни Просто подумай Почему их нет в игре? Мама Санни просто оставляет записки для сына А отца просто не существует в игре Одна сцена может это объяснить Неизвестный мужчина срубает дерево с петлей Он говорит Не подходи Ты мне не сын Скорее всего Это подавленное воспоминание Санни О его отце После случившегося с Мари В общем родители знали Что именно сделали Санни и Бейзил Но поскольку Санни их сын Они защитили его от законных последствий В итоге они отдалились от сына А отец перенес всю вину на Санни Оригинал Абби Мы знаем Абби Но изначально она была Тако-чан И она должна была быть центральной фигурой игры До истории про Мари Посмотрите на эту картинку с Амори боем И первый лист персонажей игры Изначально Тако-чан была в главных и первых листах персонажей игры А вот Мари там нет Но что еще интереснее Есть версия с той же сценой Но с другого угла С которого не видно Тако-чан Это подсказка к изначальному сюжету Потому что наверное это значит Что Тако-чан воображаемый друг Амори И она первой преследовала Амори Заставляла его делать эти ужасные вещи Прямо как что-то Которое преследовало Санни и Бейзила Тако-чан преследовала Амори И побуждала его делать кошмарные вещи Как на этих артах Так что до смерти Мари Тако-чан была изначальной причиной чувств Вины Амори Но вины по совершенно другой причине Если вернуться к манге Амори Которую я вам показывала И прочитать изначальную историю Амори Он опять же лежит в белом пространстве Со своим ноутбуком и салфетками Которые есть там и сейчас Но в манге он сидит на сайте горячие малышки Думаю намек понятен Амори лежит там и думает Что это все что ему нужно в жизни И он остается в белом пространстве И живет там как Хики Камори Так мы приходим к Тако-чан Потому что в изначальном арте Амори Мы видим Тако-чан в сердечке Скорее всего Амори был просто одержим ей Ее создало воображение Амори Потому что сайты на которые он заходил Заставляли его стать Хиккой Но со временем он почувствовал вину за это И такая воображаемая подружка Стала чем-то Которое мы видим в игре сейчас Эта картинка показывает Как она стала такой Можно рассуждать бесконечно Можете даже поделиться Своими версиями в комментариях Городок Самора Так назывался Фаравэй Таун Это можно узнать Только если посмотреть название На старом скриншоте 2014 года Это единственный раз, когда упоминалось Самора У тебя что-то за спиной Если посмотреть в зеркало в ванной Чаще всего увидишь вот это Но можно увидеть и вот такое Копия разрабов Амори 7 ноября 2020 года Если честно, тут вообще нет никаких данных Инка и файлы Инка Инка можно увидеть только на этой картинке И внутри кода демки Амори 2018 года А так это просто давнее воспоминание Концовка с поездом Это тайная концовка версии 2018 года И чтобы ее получить Нужно буквально прождать в очереди на поезд 4 часа, ничего не делая И после этого ты видишь текст Итак, Амори и его друзья Сели на поезд и нашли Бейзла После чего демка заканчивается И игра закрывается Счастливый конец! Ура! 1-4-3 Судя по всему, это очень хорошо запрятанное число Внутри игры Но оно появляется только там, где просто так не заметишь Предположительно означает Я тебя люблю Если есть еще версии Опять же, го в комменты Черновики врагов Неизвестно откуда эта картинка Но тут черновики многих врагов Которые появляются в игре А также те, кого отбросили Например, Китсундере и Няндере Джейсон Истекающая статуя И пустой друг Черновик первого трейлера В 2019 году в твиттере Ома Кэт запостила первую версию трейлера о море Вот тут можете сравнить ее с финальной Close your eyes You'll be here soon 1,2,3,4,5分 時々本当に寝たい Финалка на минуту 40 секунд А черновик длился всего 30 секунд И на этом все С удовольствием присоединюсь к обсуждениям в комментариях Как и в предыдущем ролике по о море Так что уже не терпится увидеть Ваши мнения, предположения Споры, интриги, расследования Дополнения, исправления И так далее Ну и распространить ролик не забудьте А то в Русик Менте игра продвигается Очень и очень медленно Можете поддержать меня на Патреоне Опять же, там выходит статья Всякие тизеры моего личного проекта Галерея Там уже лежит предварительная версия Инструментала моего ближайшего кавера Который выйдет через пару месяцев, я думаю Заходите и в другие мои соцсети Чтобы потом не говорить, что в лицо меня не знаете Ну, а на этом все С вами была я, НО Прорывающийся сквозь тьму переводчик Еще услышимся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok